Поймали вора, привязали к столбу. Холодной ночью гнилой помидор особенно мерзает. Привет, седовласые акулы, с вами Федорович. А после этого видео вы уже не сможете просто так выйти на улицу за чашечкой кофе, ибо страх сильнее жажды. Но в этом видео вы узнаете, где же все-таки прячутся настоящие, секретные, непобедимые, неуязвимые мастера. Но сначала подпишитесь на канал и поставьте лайк, а также поделитесь этим видео с друзьями, а то потом вас может сковать страх, и мандраж не даст даже кликнуть по мышке. Когда отец бьет сына, он его исправляет, а когда мать бьет, дочь портит, а когда настоящий мастер херачит всех направо и налево, ему все равно, что он с ними делает. Наконец-то в открытый доступ просочились съемки настоящего мастера Винчун, который настолько жуткий и опасный, что его приходится держать за решеткой. Ужас комара при виде лягушки. Ничто по сравнению с этим зрелищем. Глубоко дышите. Я понимаю, что после первых секунд просмотра у вас паника и мандраж. Я сам был такой. Но меня убедили, что эта решетка сделана из сверхпрочного металла, а для ее основы пришлось даже убить росомаху из Людей Икс, чтобы повытягивать из него адамантит. Не удивляйтесь, этот мастер может и не такое. Это и есть то самое загадочное секретное оружие, о котором все говорят, но никто не показывает. Теперь наконец-то стало понятно, где все настоящие мастера и почему их нет в ринге. Просто их крутость и смертоносность настолько нереальна, что их приходится держать в сверхпрочной клетке. А то поубивают всех бойцом нахрен и глазом не моргнут. Как вишня не может дать плоды без пчелы, видео не может выходить без поддержки. Поэтому несколько слов о спонсоре сегодняшнего видео по шаговой коллекционной RPG игры в жанре темного фэнтези Raid Shadow Legends. Raid выделяется на фоне других игр, как Сакура в Березовой Роще. Здесь почти 500 чемпионов, а это даже больше, чем приемов у любого мастера, каждый из которых имеет собственную схему для персонального развития, а также миллионы артефактов. Вы можете испытать себя в битвах против других игроков, как боец в ринге, или сражаться с десятками боссов, чтобы набраться мастерства, как шхарек с Серегой. Также в Raid добавили обновления. Была открыта новая локация Кузница для создания артефактов, анонсированы несколько крутых новых чемпионов и новая локация Роковая башня в подземельях. А теперь проявите внутреннюю силу Чи и прямо сейчас переходите в описание под видео. Качайте Raid только по этим ссылкам. И в качестве нового игрока получайте 10 загадочных осколков, 50 рубинов, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона ворожаю в качестве бонуса. Короче, все, чтобы разрывать лучших в виртуальном мире, а потом и в реальный доберетесь. И поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Сидящий на верблюде себя не скроет, а идущий в одиночестве не пылит. Но настоящий мастер-ниндзя может пылить, даже сидя на осле. Наконец-то! Наконец-то началось возрождение клана и прадущихся. Великий мастер закончил свое обучение и теперь мочит коней, набирая новых учеников и показывая нереальные вещи. Восход солнца на вершине снежных гор. Морг – это ничто по сравнению с лучезарной красотой техники и грации этого мастера-ниндзя. Я хотел под этим видео добавить надпись «Не пытайтесь повторить в реальной жизни». Но понимаю, что это бесполезно. И многие из вас уже закутались в простыню и пошли валяться в саже, чтобы записаться к этому молниеносному воину, который в лучших традициях Мортал Комбата даже умеет пускать из рук какую-то белую хрень. Наверное, мел, который он украл у учителя. Но я прошу вас только об одном – не тренируйте защиту от мяча со своими кинтами, а то потом протезов в стране не хватит. Сон не разбирает постели, но всю его прелесть не каждый может постичь, особенно когда за чашку кофе нужно сражаться насмерть. Но после этого видео у вас появится шанс на выживание. Сытый и голодного не понимает, а кофейный наркоман готов за чашку черного напитка порезать и застрелить. Эти редчайшие кадры секретных тренировок кофеманов ко мне попали чисто случайно, поэтому мотайте грудные волосы и запоминайте. Да, жизнь становится опасной. Теперь, выходя за кофе, эти мастера носят с собой ножи и пистолеты. Но они так же делают и на кофебрейках в офисе. Поэтому теперь, когда вы подумаете забрать последний бутерброд из буфета, всегда оглядывайтесь по сторонам. Может, ваш коллега – ученик этих монстров. Скотина часто спотыкается, а человек ошибается. Особенно, когда ты боксер после трехмесячного воздержания из-за подготовки к бою, то готов бросаться на ринг-гелшу даже посреди поединка. Чего взрослый стыдится, а то маленький плачет, а боксер тупо говорит. В перерыве между раундами, когда тренер так усердно пытался дать пацану установку на бой, чтобы тот хоть как-то дожил до конца поединка, боксерчик тупо глазел на задницу ринг-гелсы. А потом сказал тренеру, да забей ты на этот бой, лучше зацени Чиксу. А пока меня будут избивать, возьми у нее телефончик, чтобы зависнуть, когда я отойду от нокаута. Когда чего-то очень сильно хочешь, это часто проходит мимо. Как желание попасть в мешок, когда ты сам в мешок. Этот мастер мог бы стать чемпионом мира и победить лучших из лучших. Но, к сожалению, он так сильно этого хотел, что даже не попал по мешку. На чем его карьера с поломанными костями и закончилась. Пишите в комменты, хватит ли у вас силы Чи соединить все эти техники в один мегастиль. Или просто попивасику и все забудем. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok